Кстати, еще один показатель обесценивания отечественной валюты, предпочтение фальшивомонетчиков. Сейчас гривню подделывают реже, ну просто потому, что это невыгодно. Затраты не покрывают прибыли, а вот липовых долларов в Украине достаточно много уже. Тем более, валютные скачки это благодатный период для мошенников. Какие купюры подделывают чаще всего? Что делают банки, чтобы технологически не отставать от фальшивомонетчиков? И где чаще всего вам могут сплавить подделку? Все расскажет Евгения Коваленко. Доллар все выше, а гривня все ниже. Только за последнюю неделю американская валюта выросла на 50 копеек. И уже уверенно укрепилась выше отметки в 28. И такими курсовыми качелями умело пользуются мошенники. В Украине увеличилось количество долларовой липы. Подроблять гривню сейчас все меньше экономично доцельно. На много доцельнейше подроблять иноземные так называемые твердые валюты, особенно доллар. К тому же теневой валютный оборот в стране очень удобная среда для фальшивомонетчиков. И подсчитать сколько поддельных долларов в Украине невозможно. Чаще всего подделывают 100-долларовые купюры. Фальшивомонетчики рассчитывают на невнимательность своих жертв. Либо на то, что они просто не знают, как на самом деле выглядит иностранная валюта. Но бывали случаи, когда подделки были настолько качественными, что они попадали даже в банкоматы. Поэтому есть риск, что в любой момент ваши сбережения могут превратиться в обычные фантики. Жертвой такого превращения стала Юлия. Она предприниматель. К ней в магазин под конец рабочего дня пришли двое солидно одетых иностранцев. Попросили расплатиться за товар 100-долларовой купюрой. Мол, обменники уже закрыты. Ну, если посмотреть, то выглядит как настоящий долл. А нам еще такой вегетный курс запропонували. Курс был где-то 26-40, а они нам запропонували, говорили, ну давайте за 26 порахуем, мы будем классно еще выиграем. Юлия даже не заподозрила обман. Взяла долары и выдала сдачу в гривнях. То, что она получила липового Франклина, девушка поняла лишь когда попыталась обменять сотку. Но обращаться в полицию уже было слишком поздно. Рек, она у меня лежала в зошите. А еще Юлия купила спецоборудование для проверки денег. Ведь чаще всего фальшивки пытаются втюхать именно в небольших магазинчиках, фастфудах, супермаркетах и транспорте. Но бывали случаи, когда липа даже в кассы банков и банкоматы попадала. Зазвучит из доллара, это на 80% подробляют 100 долларов. Просто домальовывают и домальовывают очень качественно. Переробливают с 10 долларов на 100 долларов. И тогда, даже при первенном переглядии, очень сложно отрезать. Как раз на такую подделку попалась знакомая Нелли Верховской. Женщина приехала из деревни продать продукты на рынке. А дальше все по уже знакомому сценарию. Прилично одетый покупатель попросила расплатиться долларами по выгодному курсу. Она взяла в руки эти деньги. Она пощупала, что бумажка настоящая. То есть там же есть специальные такие грани, которые можно ощутить тактильно. Она ее даже посмотрела на свет. На свет тоже просвечивалось все, что должно просвечиваться в долларах. Женщина сперва обрадовалась сделке. Но когда присмотрелась к купюре, радость быстро развеялась. Это не 100 долларов, это 1 доллар, настоящий 1 доллар, но к нему приклеили нолики. В итоге женщина потеряла и свой товар, и больше 2,5 тысяч гривен. И самое обидное, наказать мошенника невозможно. В среднем в Украине где-то 100 выроков на год бывает, стосовно подробки купюр. Максимальный строк – это 12 лет, но практика показывает, что больше 4 не дают. Самые профессиональные фальшивки производят фактически в промышленном масштабе, на мощном оборудовании. И без специальных экспертиз распознать такую подделку невозможно. Год назад, когда в Украине был всплеск долларовых подделок, липовые купюры даже в отделениях банков не всегда могли определить. Этим летом в Одессе задержали фальшивомонетчиков. Они за деньги реальные продавали деньги поддельные, на 40% ниже от их номинала. При задержании они пытались спихнуть очередной транш липы на 9 тысяч евро. Подделывали умельцы и иностранную валюту, и отечественную. Если есть подозрение, что к вам в руки попала фальшивка, нужно сразу вызывать полицию. А если липу выдал, к примеру, в банкомат, то обращаться в банк. Но бывают случаи, когда клиенты сами приносят фальшивку. Чаще всего происходит таким образом, что в пачке денег клиенту случайно попалась одна купюра. Когда этих купюр более трех, тогда в кассах у нас есть так называемые тревожные кнопки. Банки обновляют технику каждые три года. Говорят, этого достаточно, чтобы идти в ногу с технологиями фальшивомонетчиков. На первом этапе с помощью купюросчетных машин, так называемых двухкарманных машин, идет отбраковка первоначальная. То есть после этого отбракованная купюра проверяется дополнительно в так называемом спектрометре. В любом случае определенного рода купюры подделывают. Мы в среднем на исследование сдаем не более десяти, наверное, купюр в месяц. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету и рельефу. На пятьсотки это Григорий Сковорода, который отбивает полностью его образ. По-другому, это, если посмотреть, есть водяный знак гривни. Но чтобы не получить липу, важна не только бдительность, но и обычный здравый смысл. Ведь все-таки большинство людей становятся жертвами фальшивомонетчиков из-за собственной жадности. А солидный человек, который предлагает дешево купить валюту, превращается в продавца обычных фантиков. Евгения Коваленко, Сергей Килимник, Олег Неведомский, Оксана Малашенкова и Олег Ерофеев. Подробности недели – телеканал «Интер».